здравствуйте дорогие мои так о чем сегодня о чем сегодня поговорим вкратце буквально как на днях смотрел вчера или позавчера не помню уже свежий семинар старков пригласил своего старшего друга новосадова наверняка кто-то из вас уже смотрел семинар не помню как назывался назывался он приблизительно пришла приблизительно о глубоководный twitching и глубоководный jigging что-то в этом роде как обычно старков приглашает людей и сам же этот семинар может сказать и ведет что я считаю не красит его никак ведущего никак да вообще как человека поэтому очень напрягает слух его не скромность вот это вот но есть собственно и об этом хотя я обязательно хотел это упомянуть о том что новосадов вроде как бы опытный рыболов любитель любитель больших водоемов он сам признается в этом всегда ловит там на своей любимой чебоксарки то есть все кто и хотя пол это волгоградской местности любитель поплавать на лодке немножко раскаталась поплавать на лодке ловить щуку судака если интересно посмотрите этот семинар для себя ничего интересного не открыл потому что опять как обычно все таки все вот эти вот как называемые рыболовные спецы и молодые и старые они любят все таки вести семинар исходя из таких базовых рыболовных моментов той или иной техники и собственно которые в общем то уже многие люди даже начинающие уже как бы неоднократные слышали и сами уже знают можно было там отметить пару моментов единственный момент в одном из видео я озвучивал момент то что мне нравится техники новосадова в одной из техник прибрежной зоне и здесь тоже были некоторые моменты которые я могу подчеркнуть особенно тот что у человека просто-напросто хватает терпения делать очень медленную проводку паузы вот взял шнурочек вероятно сейчас подождите вот такой я бы сказал не шнурочек ну что же ну что сынок на том берегу стоит там чем-то ловит не может никак поймать хорош такая вот может сойдешь сама не охота мне лезть новая разгрузка и у нее неизвестно где чего лежит пока еще вот даже подожди подожди дорогуша как будто мне неудобного потас вот такой вот в общем-то урок значит грифон с x double c который сейчас сняли с производства мегабасовцы сняли с производства и и у меня он есть это давай пошла дорогуша вот это самый на мой взгляд все-таки такой универсальный воблер среди кранков я не совсем понимаю политику производителей почему они снимают те или иные воблеры заменяет другим придется это все-таки как-то расшифровать наверное ну ладно на что было поставил я зад кранк пластиковый он идет не глубоко там заглубляется может быть метр чуть больше здесь он шел в толще воды шумный средней расцветки но из-за того что это кранк и как я уже говорил из-за того что он с шариками ему не обязательно быть каким-то ярким чтобы видно было ему достаточно чтобы он создавал вот этот и шумную ситуацию воде и гидродинамику за счет того что за счет своего кренкинга проработал средние слои ну думал если шука активна она выйдет значит щука не показала свою сверх активность хотя я считаю что все-таки это сейчас щука активна и погода второй день похолодание но тем не менее она сейчас уже начинает более-менее такая более менее крупная щучка клевать значит предыдущие свой выходной я взял шнурка я не записывал его взял на такого же грифона только мелководного этот мрка но он у них я сейчас тут не вижу в двух вариантах всего мелководный такой и вот этот глубоководный то есть как бы там его нельзя назвать средним заглублением а тут нельзя назвать все таки слишком мелкого заглубления ну что-то мрка и диповый вариант вот этот соответственно раз она не активно не выходит чуть выше не поднимается поставил этот который начинал чиркать и с небольшими пазмами чтобы он не чиркал по дну все-таки дно мягкое здесь за или на и растительности пока нет не цепляется и чтобы он приподнимался и все-таки близко от 1 шел что как я всегда говорю в приоритете вообще можно всегда пользоваться такими вот вариантами если не опасаетесь каких-то зацепов и этот вариант будет работать почему просто продолбил это место в течение получаса долбил я с кранком пластиковым на более крупном и дело не в размеры видимо дело в том что просто кранк не бороздил донное пространство и щука все-таки такие не хотела на него ходить так вот про новосадово ну не будем углубляться дальше значит мне лично до семинар не раскрыл ничего особо не понравился все эти его там смутные если хотите можете найти вас камин мой комментарий я там изложил свою точку зрения почему он считает что щука там была активна его позиция как вы наверно уже знаете рудрой выманивать 7 метровой глубины или каким-нибудь болезон ком там крупным крупными ног его выманивать из глубины даже не диповыми ног и а именно таким до полутора метров там с обычной лопаточкой немножко поднимать с глубины осенью крупную щуку извините я всегда отрицательно отношусь такой рыбалки и смысл не вижу в ней вот он рассказывал про эту ботву про джиггинг я сейчас в двух словах хотел говорить именно про глубоководный джиггинг ну что значит глубоководный про любой джиггинг значит про наш любимую ступеньку а что происходит если понимаете ступенька все-таки если вы делаете там три оборота и катушка у вас втягивает там 80 сантиметров уже это происходит такой резкий отрыв приманки соответственно если вы ловите на большой глубины его ставят большая башка чебурашка ли что там у вас она также быстро падает то есть ступенька получается такая в общем-то достаточно активная что не всегда срабатывает так вот если у вас не происходит срабатывание то есть атаки нету на такую проводку просто попробуйте заменить она равномерно и смотрите уже по грузу как он будет эти если будет приманкой те около дна не неспешно не ковыряясь в дно там а как бы надо дно может быть даже поставить поменьше груз пусть подольше он туда тонет ваша резинка но перейдите на равномерный провод что собственно опять же в 150 раз говорю делают западные рыболовы и европейские и американские по щуке именно и не понимаю почему наш рыболов начинать начинает что-то там мудрить или говорят что клёву нет на джик там примеру сегодня клёву нет просто переходим на равномерную проводку от своей ступеньки можно и саму ступеньку как-то уменьшить но тем не менее ступенька это есть ступенька она если щука не активно или судак например особенно я к щуке это отношу эту ступеньку если она не активно вы заинтересованы поймать щуку тогда просто переходите на оставлять ту же приманку и переходите на равномерную медленную проводку можно дело даже палуза что приманка пускалась вот и все попробуйте такой результат обязательно его испробуйте и увидите что может быть совершенно положительный результат спасибо за внимание